Приветствую всех любителей шахмат! В этом ролике мы рассмотрим 17-ю партию финального матча претендентов между Виктором Корчным и Анатолием Карповым. Перед началом разбора хочу выразить благодарность за оформление спонсорской подписки Майорову-12, а также Алексу-Ф. Спасибо за поддержку канала. В нашей же встрече Виктор Корчной руководил белыми фигурами и сыграл Д4. Черный развивает коня на поле Ф6. После начальных ходов на доске возникает каталонское начало. Белый фенкетирует слона на большую диагональ и таким образом оказывает давление на центр и ферзевый фланг противника. Карпов устанавливает пешку в центр доски и нападает на пехотинца С4, но белый не обращает на это внимания и продолжает развитие фигур. Черный забирает на С4, белый как ни в чем не бывало развивается, подготавливает рокировку в короткую сторону. Теория тех лет считала сильнейшим подрыв центра С5, который и проводит Анатолий Евгеньевич. Белый вводит короля в безопасное место, черный усиливает нажим на центр и Виктор Корчной связывает вражеского коня. Подобные ситуации часто возникают, допустим, в защите Грюнфельда, но только с переменой цвета. То есть следующим ходом черный защищается от связки, белый отыгрывает пешку, Карпов меняется на поле Д4, а затем играет ладья Ц8, защищая клетку С6 и создавая рентген против белого ферзя. Но и в этой позиции Виктор Львович применяет интересную новинку, продолжая развитие фигур и не обращая внимания на угрозы противника. Здесь лучше всего черным было поменяться на поле Д4, а затем степом напасть на вражеского ферзя с приемлемой игрой. Но столкнувшись с неожиданным ходом, Карпова заносит на повороте, он вбрасывает ферзя на поле А5, белый продолжает развитие ходом ладья Д1, устанавливая ладью на открытую линию. Черный подготавливает рокировку в короткую сторону. Ну и бедного черного ферзя, рано покинувшего отцовский дом, начинает пинать ногами. Итак, белый нападает один раз на ферзя, здесь лучше всего было отступить ферзем на поле А5, создавая какие-то угрозы на королевском фланге. Но Карпов играет в ферзь С7, подставляясь под еще одно нападение. Белые кони загнали вражеского ферзя в темный холодный подвал, а сами продолжают свирепствовать. Черные отправили пехотинца на переговоры с целью выяснить намерения вражеского коня. И здесь корчной меняется на поле Д7. Оказывается, что черным невыгодно пробивать на В5 из-за промежуточного шаха на поле Ф6, дальше белый забирает на В5 и остается с лишней пешкой. Поэтому Карпову приходится брать именно конем на поле Д7. Ну и в этой ситуации преимущество белых фиксировал ход конь Д4. Для того, чтобы расширить сферу действия своего дальнобойного слона. Но вместо сильного хода конь Д4, Виктор Карчной допускает ответную ошибку, отступая на клетку С3. Теперь черный нападает уже на белого ферзя. После ухода ферзя на А4, они уводят короля в безопасное место. Белый связывает коня, черный освобождается от связки. И здесь необходимо было сыграть все-таки ладья Ц1. Поддерживая давление, у белых все-таки преимущество двух слонов, которые давят на ферзевый фланг. Но Карчной меняется на поле Е5, лишается преимущества двух слонов, полагая, что разноцветные слоны будут усиливать атакующие возможности именно белых. Дальше он нападает на коня, конь отступает на поле С6. Белый внедряется в обжорный ряд и где-то будут угрожать ударом на поле С6, устраняя защиту слона на Е7. Поэтому Карпов переводит слона на поле Ф6. Нажимает на коня, а также издали на пешку Б2. Карчной сдваивается по открытой линии, но нападать на слабость начинает именно Карпов. Он атакует слабую пешку на поле Б2. Белый защищает пешку ферзем, черный играет конь А5 с угрозой где-то пробить на поле С3 и сделать изолированной пешку и, следовательно, слабой на поле С3. Поэтому Виктор Львович подключает к обороне вторую ладью. Черный образует на всякий случай форточку для короля, чтобы команда не волновалась. Белый делает также профилактический ход А3. И в этой ситуации необходимо было черным сыграть ладья Д8 с примерно равными шансами. Но Карпов вновь допускает ошибку. Он предлагает размен ладей ходом ладья С7. Белый нападает на коня. И если теперь конь куда-то отступает, либо на С4, либо на С6, тогда белый атакует ферзя, устраняя защитника ладьи на поле С7. Черный вынужден здесь меняться на поле Д7. И после этого размена Карпов играет ладья С8, контратакуя коня на поле С3. Ясно, что белым невыгодно меняться на поле А5, поскольку черный просто забирает ферзем, а затем на связке отыгрывает фигуру на поле С3. Но здесь белые могли пойти конь Д5, что называется удар кованым копытом, используя провисание ладьи на С8, а также нападая на вражеского ферзя. И в случае удара на С2, белый забирает на поле Б6. После шага просто закрывается слоном, король сможет отойти на поле Ж2. Ну а вот пешка на Б7 теряется, поскольку коню необходимо куда-то отступать. После отступления белый забирает пешку, ну и собственно остаются с лишним материалом. Но в партии Корчной не находит сильнейшее перемещение коня на поле Д5, а просто защищает этого коня дополнительно ладьей. Черные теперь переводят своего скакуна на поле С4, нападая на пешку, а также угрожая при случае прыгнуть на поле Е5 с атакой ладьи. В ответ белый играет конь Е4, с намерениями испортить прическу черному королю, используя провисание ладьи на поле С8. Но Карпов, как ни в чем не бывало, защищается ходом ферзь С7. И действительно, стоило Корчному поменяться на Ф6, затем сыграть ладья С3, связывая коня. Черные вынуждены, видимо, здесь пойти Б5 с примерно равными шансами. Но вместо хода коня В6 в партии, Виктор Львович допускает фатальный промок, переводя коня на поле С5. Конь становится под смертельную связку, под мощнейший рентген по вертикали. Черный играет конь Е5 с темпом, нападая на ладью, и угрожая пойти Б6, используя связку. И нормальной защиты от данной угрозы у белых нет. Давайте рассмотрим возможные варианты. Если белый сыграет ладью С3, тогда черный, конечно же, нападает на коня. На отступление коня комбинационный удар конь Ф3 обнажает диагональ дальнобойному слону. И после взятия на поле Ф3, черный просто выигрывает качество. В том случае, если белый не отступает конем на поле Е4 после нападения, а играет слон Б7 контратакую ладью, то необходимо убрать ладью в сторону. И опять же, белые не могут отступать конем, потому что провисает слон на поле Б7. А на взятие на поле Е6, черный опять же объявляет шаг, используя связку по вертикали. На взятие ладьи последует удар на поле С2. Ну а после взятия на поле Ф3 слоном, черный пробивает на поле С3. Затем у них есть промежуточный шаг по горизонтали. И после хода слон С3, черный также остается с лишним качеством. Ввиду этих вариантов, Карчной избирает другой путь. Он переводит ладью на поле Д2. Черный нападает на коня ходом Б6. Белый контратакует черного коня. И Карпа ведет в окончание, где у него получаются две лишние пешки. То есть он пробивает на С5. Белый отыгрывает фигуру на поле Е5. После взятия ферзем угрожает шаг с поля Е3. Таким образом, черный использует слабую первую горизонталь, слабого белого короля, а также слабость пешки на поле А3. Белым показалось, что они успеют взять пешку на поле А6. Но вот ладья становится под защитой ферзя, грозит взятие на Б4 с темпом, атакуя белого ферзя, используя слабость первой горизонтали. Поэтому белый не вправе брать на поле А6. Они играют ферзь Е4, защищая атакованного слона. Черный объявляет один шаг. А после отступления короля забирает пешку на поле А3, получая двух лишних пехотинцев. Еще последовал размен на поле Ц5, нападение на ферзя. Ферзь уходит на поле А5. Белый сдваивается по горизонтали с идеей отыграть одну из пешек. Но черный убирает ферзя на поле Б6, для того, чтобы открыть дорожку для пешки А. Но и в этой тяжелой для себя позиции Виктор Львович допускает последний промо. Хотя белым дорог хороший совет. Черный нападает на ферзя и подбирается вплотную к вражескому королю. После отступления ферзя они выписывают шаг. Уходить королем на А1 нельзя из-за мата. Король должен идти на поле А3, но после хода Ж6 выясняется, что нет защиты от хода ладья А5. Поэтому на 42 ходу Виктор Крачной признал себя побежденным. Довольно напряженная партия с множеством ошибок, которая передает настроение такого серьезного соревнования, как финальный матч претендентов. Если вам понравилась эта партия, напишите какой-нибудь комментарий, поставьте лайк, поделитесь видео в социальных сетях и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok